дорогие друзья я приветствую вас скажите пожалуйста слышно меня видно будьте добры чтобы я сейчас сориентировалась и мы начали наш вебинар все хорошо вижу что вы уже пишите плюсики значит мы сейчас начнем так сейчас я попробую так чуть-чуть выставить лучше свет чтобы было прям максимум включила свет но все равно как будто освещение не хватает наверное тучки дождик тучки у нас идет но несмотря на это у меня прекрасное настроение у меня столько материала для вас что я даже не знаю как нам во все уложиться смотрите если что мы в любом случае я попрошу ваше руководство так вот пишет что у кого-то тишина я так понимаю что вы меня слышите да у меня на самом деле очень 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 много материала видно меня слышно пожалуйста напишите слово видно и слова слышно и тогда я буду точно знать что все хорошо и мы можем смело начинать буду очень-очень признательна смотрите у нас с вами сегодня разбор травяных сборов спасибо большое спасибо сборов много травок которые содержатся в этих сборах еще больше и мне очень хочется чтобы мы сегодня каждую травку вот прошли от и до потому что на самом деле работает со сборами вам до рассказывать своим клиентам об их эффективности конечно вам использовать для своего здоровья тоже вам в этих сборах есть травы которые являются вот лично моими такими фаворитами с которыми я живу уже очень много лет я обожаю эргу шерстисту буду о ней рассказывать сегодня отдельно и когда я увидела что она входит состав сборов я так обрадовалась так обрадовалась потому что на самом деле это великолепная трава зачем она нужна кому нужна в каких случаях я тоже сегодня все вам расскажу хорошо давайте мы будем начинать потому что у меня не много не мало а 97 слайдов будем идти в темпе если какие-то вопросы у вас будут появляться я на них вы потом пиши вы пишите да после вебинара мы с вами будем проходиться проходить по вопросам буду отвечать естественно пишите в аккаунт пишите в общем будет встречаться еще на прямых эфирах если вдруг что-то не успеем хорошо договорились потому что реально хочется очень много вам рассказать каждая трава нанесет такую большую очень ценности мне очень хочется чтобы вы с ней научились работать итак первое конечно первая тема все готовы как настроение жду от вас плюсиков и стартуем в общем первое о чем мне хочется друзья с вами поговорить это конечно контроль сахара потому что как ни крути это очень важный сбор и когда вы работаете в программах коррекции веса со своими клиентами вот смело этот сбор вы можете включать свои программы смело смело с одной стороны вы на чек свой повлияете да то есть вы увеличиваете чек как как предприниматель а с другой стороны вы обеспечите очень качественную работу со своим клиентом и результативность что немаловажно и так в состав сбора входит трава галлега галлега лекарственная это многолетние травянистые растения семейства бобовых и еще называют козья рута или козлятник что у нее такие вот фиолетовые цветочки вы видите эту веточку да и такие вот мелкие-мелкие листочки смотрите в надземной части растения а вы знаете что по биологически активным веществам у каждого растения бывают более активны плоды надземная листовая часть у кого-то у каких-то растений стебли у каких-то корней и очень часто что одно и то же растение с учетом всех биологически активных веществ используется в сборах ну в той или иной мере где-то корень где-то листика где-то плод где-то цветок где-то ягода и соответственно это будет учитываться и мы сегодня это увидим например когда будем разбирать ромашку когда будем разбирать пустырник когда будем разбирать иван-чай например то есть все очень сильно меняется и конечно специалисты которые делают сборы они это всегда учитывают друзья вот смотрите в надземной части растения содержится алкалоиды что это такое вообще вы сейчас услышите что есть такие понятия алкалоиды флавоноиды дубильные вещества иридоиды то есть это биологически активные вещества которые присутствуют в растении и они оказывают на определенные направленные действия ну например алкалоиды они влияют на нервную систему они могут расширять или сужать сосуды они обладают обезболивающим действием флавоноиды по структуре и по своему химическому составу они похожи на гормоны и соответственно в качестве гормо как гормоны и как ферменты они участвуют в очень многих про реакциях химических организма и соответственно могут напрямую влиять на скорость течения этих определенных реакций и соответственно встраиваясь в эту систему они могут усиливать действия гормонов человека и ферментов человека и благодаря этому то есть организм человека начинает работать еще еще лучше дубильные вещества они обладают противовоспалительным антимикробным и вяжущими способностями вот если мы говорим об эридоидах вот мы раньше не раньше чуть позже будем они говорить да то есть такая тоже большая группа это тоже химические соединения растений они влияют на нашу энергию с вами они увеличивают энергию при этом они очень хорошо влияют на то что меняется нормализуется уровень холестерина уничтожаются свободные радикалы которые вызывают у нас старение да и вызывают раннюю смерть например то есть вызывают большое количество заболеваний также они эти эридоиды очень хорошо влияет на иммунную систему так вот смотрите вот экспериментальным путем было вот установлено если мы говорим о голеге да так надо двигаться быстренько очень много хочется рассказать было установлено что присутствует вот именно присутствие гуанидиновых алкалоидов растениях голеги обусловливает пролонгированное гипогликемическое действие то есть именно голега влияет на то что уровень сахара в крови понижается более того в болгарии великобритании в сша голега используется в официальной медицине для лечения легких форм сахарного диабета на основе соединения гуанидина созданы препараты для лечения диабета наверняка вы эти препараты знаете глюкофаж метформин то есть с голегой действительно работают в официальной медицине в том числе хорошо зарекомендовала себе это растение при лечении начальных стадий сахарного диабета второго типа ну то есть тогда когда инсулин еще не применяется а нормализовать уровень сахара можно совершенно спокойно при помощи диет и народных средств трава голеги считается лучшим средством профилактики сердечно-сосудистых осложнений сахарного диабета это лекарственная трава способствует улучшению движения жидкости во всем организме она снижает концентрацию глюкозы в крови путем угнетения образования глюкоза то есть вот есть такое понятие глюконеогенез в печени более того она оказывает очень благоприятное воздействие на инсулиновые рецепторы и чувствительность к инсулину очень сильно увеличивается и вообще в принципе само по себе усвоение глюкозы клетками организма она улучшается есть следующая трава да ну вот я буду в темпе идти чтобы буду стараться рассказывать вам о том о чем не о том что не отражено на слайде хорошо чтобы мы больше чтобы вы больше усвоили вы в свою очередь можете смело выписывать какой-то материал да делать скриншоты которые вам будут помогать а мы сейчас поговорим о сворках фасоли да это наше понятно это понятное растение которое мы очень часто используем в пищу фасоль обыкновенная это однолетнее овощное травянистое растение семейства бобовых вот чай из творог фасолевых бобов применяют при сахарном диабете экспериментально установлено что водный отвар и экстракт из творог фасоли снижают уровень сахара крови на 30-40 процентов и усиливают диурез то есть отток мочи до образования мочи то есть они обладают еще и мочегонным действием госслужба здравоохранения германии например использует это средство для усиления образования мочи что предотвращает образование мочевого песка и камней то есть при профилактике заболеваний почек тоже очень и активно применяют фасоль черника великолепная трава вот в составе сбора используют именно побеги побеги черники очень богаты дубильными веществами арбутином гликозидом мертелином фитонцитами препараты черники обладают гипогликемическими то есть сахароснижающими свойствами противомикробными вяжущими свойствами да и вяжущие это значит закрепляющие свойствами при этом а обладает еще и мочегонными свойствами кровоостанавливающими противовоспалительными противоопухолевыми и более утоляющими свойствами сейчас вернусь снова про чернику давайте еще расскажу вот в результатах по результатам эксперимента было обнаружено что черника и побеги и листья черники обладают противоопухолевыми свойствами чаще всего черника используется активно при диабете она назначается в качестве сахаропонижающего средства при легких формах заболевания черника будет применяться как одно из основных лекарственных средств благодаря содержанию гликозида который снижает уровень сахара в крови на более тяжелых стадиях конечно используется уже в комплексном лечении диабета и входит в состав спец сборов для больных с сахарным диабетом следующая трава которая содержится в сборе это лист земляники она на самом вот на самом деле лист земляники и его польза заключается в их богатом химическом составе кроме витаминов лист земляники очень богат витамином c мы с вами знаем что это незаменимый витамин который ежедневно должен поступать в наш организм в них еще содержится большое количество микроэлементов и также состав листьев земляники входят дубильные вещества алкалоиды кислоты флавоноиды пектины эфирные масла каротиноиды отвары и чьи листья в землянике они будут тоже показаны при сахарном диабете второго типа а вещества которые входят состав листья будут блокировать всасывание глюкозы и будут отличаться конечно низкой низкой калорийностью следующая травка это наша любимая ромашка и вот в сборе используются именно цветки вот ромашка действительно одно из самых популярных лекарственных растений которые произрастают в умеренных широтах на ней можно не только гадать любит не любит да ну и активно использовать в различных сборах как успокоительное средство и мы сегодня тоже об этом будем говорить в составе антистресс комплекса да она ромашка тоже активно применяется и вообще в принципе ромашка применяется в профилактике очень многих заболеваний ромашковые цветочные корзины очень богаты матрицином это источник хамазулена который придает эфирному маслу синий цвет и обеспечивает различные лечебные свойства цветки ромашки содержит эфирное масло до 0,8 процента это очень это большое содержание эфирных массе изучая собранные головки цветущей ромашки биохимики также обнаружили вот как раз у вас видите написан какой под подробнейший состав который входит в цветки ромашки вот микроэлементы которые также в ней содержатся они представлены калием медью цинком вселеном вот как раз таки тот же цинк и тот же калий оказывает хорошие в том числе и успокоительное средство в данном случае вот хамазулен ускоряет регенерацию ткани он оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие также присутствует в цветках спазмолитиков и оказывает антисептическое действие шалфей смотрите тоже содержит вы знаете что шалфей очень популярная трава очень активно ее используют в различных заболеваниях у шалфей тоже очень высокая концентрация эфирного масла который обладает полезными лечебными свойствами оказывает очень положительное воздействие при многих заболеваниях различной этиологии все части растения будут обладать лечебным действием но самой высокой биологической активностью обладают именно листья шалфея они содержат масло эфирное до от 0 с половиной до двух с половиной процентов зависимости от зрелости и от высоты размещения ну вот на самом растения в состав эфирного масла будут входить терпиноиды циниол до 15 процентов туйон сейчас вот это хвощи жида полевой я думала что вы вынесла это на слайд пенен сальвен барниол тиму камфора это тем терпиноиды это кислород содержащие органические вещества которые являются очень активными участниками различных обменных процессов нашем организме они регулируют активность генов растений участвует фотосинтезе обладают различными уникальными фармакологическими свойствами более утоляющие антимикробные свойства противовоспалительные свойства да вот рано заживляющие спазмолитические диуретические то есть это очень очень богатые активные вещества будем идти дальше потому что прошел фи конечно хочется рассказывать и рассказывать но вообще давайте быстренько скажу шалфи обладает очень широким спектром биологических действий это сильный антисептик это потому что в нем содержится такая такой растительный антибиотик который называется сальвин вот он природный антибиотик именно благодаря этому конечно мощный антисептик это мой оказывает мощное противовоспалительное рано заживляющий и спазмолитическое действие друзья идем дальше просто правда очень много тут на самом деле если взять остановиться на а вот на каждом сборе да мы уже 16 минут разговариваем с вами оба только об одном сборе я так чувствую надо будет делать какой-то еще дополнительный вебинар чтобы все-все-все пройти да или какие-то прямые эфиры будем так догоняться хвощ полевой мы сегодня тогда давайте быстренько пройдемся по быстро-быстро а потом если что будем углубляться хвощ полевой да трава хвоща полевого она содержит соли кремниевой кислоты до 25 процентов это много в растворимой в воде органической форме в небольших количествах алкалоиды никотин эквизитин горечи сапонины яблочную кислоту кислоту минеральной соли дубильные вещества витамин c и флавоноиды применение хвоща вообще уходит в глубь веков ави цена еще рекомендовал его сок в качестве рано заживляющего настоя на вине при опухолях также печени и желудка в настоящее время установлено что хвощ обладает противовоспалительными свойствами он способствует введению свинца это значит он является очень мощным очень мощным антиоксидантом он великолепно удерживает кальций в костях что особенно важно для женщин после менопаузы знаете да что происходит разрежение костной ткани и вот хвощ как раз таки влияет на то чтобы кальций не вымывался и кости как можно дольше были очень прочными и не бы не были хрупкими и не разряжались поэтому этот это также профилактика переломов стевия давайте кратко-кратко чем осо чем характерна стевия стевия медовая это конечно многолетняя травянистая растение вообще в 1931 году был впервые исследован во франции состав стивии и вдруг было обнаружено было стало интересно ученым что есть такая медовая трава в чем же заключается ее сладость и вот оттуда были извлечены в дальнейшем риболгиозит а стевиозит с единицами условной сладости от 150 до 300 вот самый сладкий элемент это риболгиозит а вот он превосходит сахар 350 400 раз и как правило именно он вот вот этот концентрат очень мощный он является он входит в состав различных сахарозаменителей очень есть еще стевия гликозит и другие то есть это риболгиозит и b c d e f там их много на самом деле но вот самый сладкий это именно а стевия богата дубильными веществами волокнами нулина и вот есть витамином а c e витамин p в чем еще заключается ее особенность но конечно ее очень активно применяют при ожирении при сахарном диабете потому что она инсулиновой реакции не происходит инсулинового ответа нет она великолепно метаболизируется просто потому что это великолепное органическое соединение да она обладает немножко горьковатым вкусом но в небольших количествах всегда мы будем большей степени конечно чувствовать настоящую сладость она обладает тонизирующим обладает тонизирующим и укрепляющим действием рекомендована в качестве добавки к рациону спортсменам во время сильных умственных физических нагрузок сама по себе стиве она будет улучшать и работу поджелудочной щитовидной железы печени она стимулирует работу иммунной и нервной системы оказывает противовоспалительное действие и помогает бороться с простудами и и отличительная особенность заключается в том что она тотально безвредно и противопоказаний нет совершенно вот мы с вами разобрали первый сбор слушайте аж понадобилось 15 минут ухты ухты ну я так чувствую если что мы чуть-чуть задержимся вы не против вы не против скажите мне пожалуйста а мы приступаем к антистрессу мне кажется это один из самых важных сборов давайте так если мы сейчас ромашку разбирали не против молодцы значит поработаем раз мы ромашку разбирали мы сейчас активно не будем вы потом сможете вернуться к записи да почитать послушать еще про ромашку а я буду говорить как то тезисно то есть вот то что именно что вот как ромашка влияет и конкретным образом именно в данном сборе хорошо друзья будем так идти вот смотрите именно в сборе антистресс гликозиды ромашки оказывают слабое антропина антропина подобных действий расслабляет гладкую мускулатуру и устраняет спазмы это самая большая особенность ромашки здесь и вот вы знаете что препараты ромашки применяют при мигрениях при бессоннице катарах желудка повышенная возбудимость это великолепное успокаивающее средство для нашей с вами нервной системы иван чай великолепный вкусный ох какой богатый различными активными веществами витаминами там множество ценных компонентов это витамины а группы b c pp микро и макроэлементы да вот этой фосфор и калий марганец и кальций ну и железы молибден и селен очень очень большой спектр минеральных веществ вот комплекс минералов и витаминов которые содержатся в настое очень легко усваивается и будет помогать при перенапряжении при тревоге стрессе улучшает настроение и расслабляет это очень большая особенность повышает работоспособность и продуктивность дает при этом еще энергию в отсроченной перспективе нормализует сон то есть циркадные ритмы у нас налаживаются и значит мелатонина достаточно начну восстанавливаемся лучше при стрессах сон становится глубже эффективнее облегчается процесс засыпания по себе кипрей обладает дает настоящий заряд энергии при упадке сил истощение восстановление после болезни он активизирует иммунную систему он уменьшает частоту возникновения головных болей он при этом не содержит никаких вредных элементов но например поскольку он дает энергию да он не содержит кофеина он не содержит пурина что довольно часто встречается каких-то других чайных сортах то есть в этом его большая особенность и так шиповник плоды идем дальше плоды шиповника конечно содержит аскорбиновую кислоту где-то не менее 0,2 процента каротин от 0,7 до 8 миллиграмм витамины b1 b2 pp антистрессовый комплекс лучше пить вечером лучше пить вечером конечно содержит органические кислоты от 0,9 до 3,7 процентов соли железа марвинца фосфора магния кальция за счет того что он содержит магний идет очень активный успокоительный эффект потому что даже даже бады с магнием они пьются когда они пьются вечером когда они благотворно влияют на нашу нервную систему и и мы успокаиваемся высокое содержание аскорбиновой кислоты витамина е в экстракте шиповника позволяет считать его вот поистине очень хорошим источником антиоксидантов да вы знаете что витамин c и е это прям активные антиоксиданты выявлено что флавоноиды гиперазит кварцетин кимфиров и другие и феновокислоты которые входят в состав шиповника они являются многофункциональными антиоксидантами они способны предотвращать пероксидное окисление липидов вот именно здесь они действуют как мощный антиоксидант составе катехиновых соединений присутствуют и и такие очень сложные соединения которые обладают антирадикальной такой эффективностью и соответственно тоже работают как антиоксиданты эффективные вот эти комбинации природных оксиданта антиоксидантов они обусловлены обуславливают господи заговариваю старой плюс и заговариваюсь проявление высоких свойств экстракта шиповника степень блокирования свободных радикалов в экстракте шиповника составила 30 1,6 процента это очень очень много это но это колоссально много на самом деле и антиоксидантная активность по отношению к тролоксовому эквиваленту вот есть такое понятие тролоксовый эквивалент который используется когда определяется уровень способности того или иного элемента проявлять антиоксидантную активность она составит 3761 миллиграмм на 100 грамм то есть это прям хороший природный мощный антиоксидант таким образом вот плоды шиповника обладают и антисклеротическим и противовоспалительным действием ну в принципе вот у вас как раз все полезные свойства есть на слайде да не буду здесь уже останавливаться а мы будем говорить с вами о плодах фенхеля знаете такое растение очень похоже на укроп с таким очень ярким ароматом за счет чего вот этот аромат очень активный в них в фенхеле очень много жирных масел эфирных масел различных белковых вещество веществ тоже макро и микроэлементы вот действие фенхеля очень сильно связано с входящим его состав эфирного масла а не то пененом как же конфи господи конфи номом потом липоевая кислота и благодаря этому фенхель тоже является и антиоксидантом он оказывает противовоспалительное действие и очень хорошее успокоительное действие а еще фенхель очень благотворно влияет на либидо более того плоды фенхеля когда они оказывают успокаивающие и укрепляющие действия на психическое на эмоциональное состояние человека они помимо всего прочего способствует тому что мы очень легко избавляемся от стресса от паники от беспокойства и от чувства тревоги это очень большая особенность идем дальше лаванда да которая содержит тоже большое количество эфирных масел я очень люблю лаванду и капли в арома масла и вот вечером аромат лаванды когда по дому прям растекается она действительно хорошо успокаивает и есть такое понятие да как ароматерапия которая помогает нам уйти от стресса расслабиться и вот вечернее время прям самое самое то тоже содержит и дубильные вещества и горечи и барниол и гераниол содержит и флавоноиды кумарины до 12 процентов дубильных веществ то что тоже много и вот флавоноиды вообще сами по себе придают растению цвет по своей структуре и химсоставу они близки к гормонам как я уже говорила да к ферментам и благодаря этому они усиливают действия наших же с вами гормонов фермента поскольку но они по сути являются такими как в принципе любой фермент он усиливает реакцию и стимулирует действие собственных гормонов они очень хорошо влияет на проницаемость стенки на проницаемость сосудистой стенки обладает противовоспалительными свойствами и помогает противодействовать свободным радикалам вот лаванда способна дубильные вещества я как раз в начале рассказывала друзья чтобы просто не останавливаться потому что смотрите алкалоиды флавоноиды дубильные вещества и ридоиды такие вещества которые и так содержатся в составе практически каждой травы дубильные вещества чем они отличаются они обладают очень мощными противовоспалительными противомикробными и вяжущими способностями то есть это биологически активные вещества которые содержатся в растениях которые выделяются для того чтобы использовать их в тех или иных допустим лекарственных средствах каких-то концентратах растений в настойках и тому подобное вам в чем заключается еще особенно с лаванды она она оказывает она нормализует окислительно-восстановительные реакции и благодаря коррекции активности ферментов она стабилизирует проницаемость мембраны ретроцитов то есть качество крови на порядок улучшается а когда у нас улучшается качество крови и каждая клетка получает гемоглобин и мы знаем что ретроциты это красные кровяные тельца то это благотворно влияет в том числе и на 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 то что наша клетка не испытывает в том числе состояние гипоксии каждая клеточка дышит на улучшается обмен веществ и по сути мы таким образом целостном виде влияем на весь наш организм также лаванда конечно считается природным препаратом который очень активно избавляет человека от навязчиво чувство тревожности от постоянных страхов от тревоги и при великолепно борется со стрессом мелиса ароматная вкусная которую можно заваривать просто бесконечно но вы знаете да что ее еще часто называют сон трава и если ее заварить очень много просто отдельно милиста можно очень сильно надолго заснуть и надо быть осторожны с дозировками вообще само по себе целебное свойство мелиса но конечно обусловлено высоким содержанием эфирных масел и вот в результате современных исследований так а мы уже по часам с вами углубились углубились сильно да я так понимаю в результате современных исследований в эфирном масле листьях мелисы были до 65 терпиноидов это тоже очень активные биологические вещества которые влияют на нашу с вами там разные вещества которые одни являются антиоксидантами другими являются успокоительными и другие третий там спазмолитическими оказывают снотворное действие вот эти вещества и вообще в листьях мелисы содержится каротин витамин c жирные кислоты слизи смолы горечи которые не гликозидные горечи небольших количествах также есть и флавоноиды которые оказывают которые оказывают вот этот эффект природных гормонов и ферментов экстракты милиции очень активно будут применяться там уже пустырник пошел идем сейчас экстракты милиции очень активно применяются как легкая успокоительная в основном вспомнил благодаря тому что еще раз повторюсь есть эфирные масла они соединение вот этих эфирных масел мелиса воздействует на головной мозг а именно на лимбическую систему которая управляет вегетативными функциями а также защищает большие полушария от сильных раздражителей которые идут из периферии и это позволяет отнести саму по себе мелису к мягким фито транквилизатором то есть это очень мягкий природный фито транквилизатор который успокаивает нервную систему и мы становимся более уравновешенными с хорошим настроением в общем как оказывается мелиса просто потрясающая трава пустырник но конечно всегда когда мы говорим об успокоительном да есть настойки пустырника есть сборы с пустырником по и он очень активно применяется в различных антистрессовых сборах в как принципе как успокоительное средство применяется очень широко совершенно разных сборах за счет того что обладает большим спектром свои лечебных свойств содержит витамин c содержит каротин содержит микро и макроэлементы опять же богат и флавоноидами и ридоидами и алкалоидами есть так вообще на самом деле даже у нас в нашей стране уже записи рецепты с пустырником известны еще с 15 века и это растение предлагали применять для нормализации повышенного артериального давления то есть пустырник чуть понижает давление для при повышенном артериаль при учащенном ритме сердца при при неврозе когда нужно нужно порекомендовать какое-то успокоительное средство и в связи с этим связано там ученое сердцебиение то есть пустырник очень активно в этом деле применялся она обладает еще выраженными седативными то есть успокаивающими свойствами спазмолитическое и противо и противосудорожное действие применяется активно применение увеличивает силу сердечных сокращений оказывает гипотензивное и кардиотоническое действие то есть для нашего сердца пустырник великолепная трава да как раз более того она снижает уровень глюкозы молочный пировиноградный кислот холестерина общих липидов крови то есть очень важно понимать что вот этот плохой холестерин ли по протеинной низкой плотности он влияет на то чтобы снижался холестерин плохой и чуть повышался холестерин высокой плотности то есть вот таким дополнительным действием с точки зрения влияния на лишний вес до в диетологии он обладает и это конечно большая большая его особенность и он еще нормализует показатели белкового обмена что немаловажно потому что как ни крути каждый гормон очень многие гормоны очень многие ферменты они обладают то для них требуются белки и конечно когда белковый обмен налаживается все становится хорошо для организма идем дальше корень валерьяны нежная отраве понятно всем с очень характерным запахом который очень любят кошки за счет того что большое количество эфирных масел в нем содержится вот корневищах и корнях валерьяны их аж до двух процентов что много и надо сказать что более 10 те алкалоидов это валерин актинигин все все это здесь есть большое количество органических кислот вот и и чаще всего вообще корень валерьяны почему потому что с одной стороны там большое количество эфирных кислот которые уже обладают большим таким спектром действия в плане успокоительных свойств и более того в принципе сама по себе валерьяна и ее корень они она оказывает многосторонние действия на организм с одной стороны это умеренно выраженный седативный эффект да мы говорили что влияние на мозг успокоительное и тому подобное она немножко угнетает центральную нервную систему уменьшает ее возбудимость обладает спазмолитическими свойствами то есть понижает спазмы гладкомощных органов то есть очень эффективно в случае боли в случае мигрени также валерьяна усиливает секрецию железистого аппарата желудочно-кишечного тракта и желчи отделения то есть великолепно влияет еще и на наш жкт через центральную нервную систему препараты валерьяна регулируют деятельность сердца а также воздействуют сами по себе на мышцу и на приводящую систему сердца вот эфирное масло валерьяны уменьшает возбуждение которое вызвано кофеином то есть это на самом деле такой антагонист любимого многими напитка то есть обладает обратным до эффектом мы пьем кофеин возбуждая нервную систему а корень валерьяны влияет обратным эффектом сама по себе валерьяна удлиняет действие еще и снотворных средств если помимо снотворных средств использовать валерьяну спать будет хотеться дольше сон будет более глубоким эффективным и так далее повышать функциональную подвижность коры мозга оказывает тормозящее влияние на системы продолговатого и среднего мозга так что и вообще препараты нижа снижают рефлекторную возбуденность в центральных отделах нервной системы и усиливают тормозные процессы нейронов головного мозга а также пролонгирует сон который вызван снотворными средствами как уже ранее и сказала идем дальше детокс у нас вы знаете что что сборы состоят из двух частей утренний сбор детокс и вечерний сбор я боюсь что нам нужно очень сильно ускоряться 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 так через какой травы мы начинаем мы начинаем с травы ничего не пропустила детокс череда есть она содержит каротин эфирное масло горечи витамин c ну вот вы видите да состав высокое содержание дубильных веществ делает череду одним из самых эффективных средств для лечения кожных заболеваний слизистые горькие вещества они будут обладать обволакивать слизистую оболочку и помогают справиться с воспалением в органах пищеварения а горечи усиливают выделение желчи и желудочного сока масляные экстракты травы череды содержащие которые содержат большое количество еще и каротина они которые хорошо при этом растворяется в жирах также обладают противовоспалительными рано заживляющими свойствами эффективность применения препаратов череды очень сильно связано с тем что она хорошо желчи гонит то есть всегда когда мы говорим о детоксе то есть это вообще сама какие у нас органы отвечают за детокс да это печень это почки самые основные органы конечно это кишечник в том числе и для того чтобы эти органы великолепно работали для того чтобы создалась благотворная среда то есть нам нужно обильное выделение желчи за которую отвечает череда далее лист брусники вот у нее есть такая особенность что она большей степени давайте так быстро пройду обладает очень сильным мочегонным действием и противовоспалительным действием они оказывают и желчегонное и легкое вяжущее действие лечебная активность брусники зависит главным образом от фенольного соединения которое в нем находится и достаточно в большом количестве это арбутин арбутин это антисептик мочи выводящих путей то есть для того чтобы не было воспалительных процессов чтобы там обе максимально обеззараживать и чтобы великолепно работали почки как механизм швейцарских часов за это будет в листе брусники отвечать арбутин окей процессе лечения вообще препаратами брусники и вообще листья брусники очень часто применяют в препаратах направленного действия при лечении заболеваний с почек заболеваний почек в том месте вот кстати говоря серво шерстиста я очень люблю эту траву она тоже обладает очень мощным мочегонным действием и она на самом деле великолепно справляется с циститами великолепно справляется с пиво нефритами и вот лист брусники очень часто включают в те сборы которые благотворно влияют на и оказывают противовоспалительные действия именно с мочевыводящими каналами и с почками так что этим вот прям пользуйтесь очень активно чувствуете что под застыли немножко лист брусники плюс эрва шерстиста еще называется пол пола это великолепная профилактика того же пиво нефрита и цитита идем дальше давайте не буду сильно останавливаться так листово княнки составе будут входить и катехины и антоцианы фенолгликозиды которые будут свою очередь оказывать также и антисептическое и антимикробное и антиоксидантное и противовоспалительное действие очень сильная в данном контексте именно противомикробное действие при гидролизе арбутина потому что здесь тоже присутствует арбутин и метил арбутин происходит активизация очень активно очень мощных веществ которые влияют как антимикробное действие и за счет этого очень явно выраженный противовоспалительный эффект в том числе вместе с теми дубильными веществами которые оказывают сами по себе в принципе такое мощное противовоспалительное действие и оказывают вяжущую способность и поэтому очень активно является таким антисептиком для нашей мочевыделительной системы вместе с теми травами которые о которых я говорила ранее лист клевера огромное количество полезных свойств клевер тоже очень активно применяется вообще в народной медицине да и в официальной медицине с ним тоже акте уже я стала заговариваться друзья когда в таком пище идешь вы мне скажите если мы задержимся для вас это критично будет или не критично вы не против или я просто думаю нам как-то надо несколько частей разделить а то мне это по голове дают сказать вы что так долго много всего рассказываете давайте вы мне пока дадите обратную связь а я буду все нормально хорошо я я стараюсь на самом деле очень быстро вроде говорить на есть вещи которые прям хочется чтобы вы знали потому что когда вы это потом вы же сможете это переслушать вы сможете к этому вернуться и это на самом деле очень сильно повлияет на на качество вашей работы на усвоение материала ну вот не хочется бежать по верхам понимаете поэтому фух я выдыхаю спасибо что вы только за за такое глубокое погружение за на несколько частей увеличим время я думаю да мы чуть-чуть увеличим время сегодня минут хотя бы на 15 хорошо и тогда мы будем будем идти если что смотрите вот женский чай я думаю может быть мы прям использую не будем его сегодня подробно разбирать я вот на свой страх риск так возьму потому что да лучше на несколько 4 я понимаю да если что мы сделаем спасибо вам за обратную связь вот потому что женский чай мы будем с вами говорить на следующем вебинаре как раз о женском здоровье и мы его тогда туда включим хорошо идем дальше все я чуть это выдохнула поняла что вы со мной чтобы в таком активном состоянии мозг работает и будем идти дальше смотрите в в надземной части клевера очень много питательных веществ вот он у вас целый список перед вами вы видите как огромное количество полезных свойств которым клевер обладает поэтому его используют в огромном спектре лекарственных сборок чаев всяких настоек каких-то концентратов клевер великолепный препарат вели клевер это великолепная трава очень очень причем вообще сами по себе у клевера активны и цветки и и листья да со стеблем и поэтому в зависимости от того где конкретно красный мы сейчас говорим о красном клевере вот в зависимости от того где конкретно содержится то или иное количество активных веществ применение тот тот или иной компонент будет находиться в составе того или иного сбора спорыш это трава да такая травка которая его еще называют горец птичий вот в нем содержится большое количество дубильных веществ почти пять процентов то есть там где-то ну в зависи опять же в зависимости от того где лист расположен от 2 где-то до пяти процентов флавоноиды практически до десяти процентов эфирные масла витамин c у него такой очень хороший богатый спектр в том числе о в нем есть и магний в нем есть железо в нем содержатся другие микроэлементы кальций калий в том числе же небольшое количество жиров небольшое количество сахаров это такая прямо по биологически активным веществам очень очень богатая трава при препараты на основе горца птичьего или спорыша обладают многими лечебными свойствами не повышают дюрес оказывают противовоспалительное и антисептическое действие фитопрепараты растения этого выводят с мочой избыток ионов натрия и хлора в результате чего увеличивается фильтрация почечных клубочков и уменьшается обратная резорбция почечных канальцев то есть очень благотворно влияет на диурез полезные свойства проявляют и растворимые соединения кремниевой кислоты спорыша они больших количествах больших концентрациях будут удаляться с мочой при прохождении мочевых путей они будут играть роль защитного коллоида кого это такой вот как суспензия определенное такое вот вещество да которая уменьшать будет степень кристаллизации минеральных солей и благодаря этому происходит препятствование образованию мочевых камней ну или уратов да то есть это активная профилактика мочекаменной болезни следующая травка девиасил корневища и корни используются в данном они ну вот в данном контексте они очень богаты инулином инулин вы знаете влияет на то что у нас очень активная выводится головы массы то есть это корм для наших с вами бактерий то есть очень активно влияет в том числе на микробиоты кишечника и инулина до 44 процентов содержат корни более того там есть еще полисахариды которые также являются кормом для нашей микробиоты смолы камеди следы алкалоидов сапонины эфирное масло порядка четырех процентов есть в корнях аскорбиновая кислота флавоноиды сами вообще сам саму по себе эфирное масло девиасила обладает очень хорошим антисептическим свойством то есть основное действие это природный антисептик помимо этого это еще и противовоспалительная и желчегонная и достаточно слабая но все-таки мочегонное действие девиасил тоже оказывает ромашка да да не будем давайте друзья на ромашке останавливаться потому что мы о нем уже на ней же останавливались единственное что вы должны еще понимать что сами по себе цветы ромашки они очень активно оказывают помимо того что антимикробные свойства еще и цветки ромашки отвечают за адсорбцию ядовитых веществ веществ то есть они нейтрализуют ядовитые вещества и способствуют их выведению это большое большое преимущество лист березы есть в нем эфирное масло с таким приятным бальзамическим запахом порядка одного процента это масло состава будет входить различные спирты эфир и луксусной кислоты будут входить большое количество еще кислот которая будет обладать и спазмолитическим и антисептическим и противогрибковым и ранозаживляющими действиями ну вот например есть такое вещество которое называется бетулин а именно вот в эфирном масле его там не так много но у него есть очень интересная особенность он обладает противовоспалительным противовирусным и антибактериальным свойством он имеет и такую и антиоксидантную активность сам по себе он влияет и снижает уровень холестерина препараты на основе березовых листьев оказывают в том числе и так достаточно слабенько но все-таки оказывают и мочегонное и желчегонное действие но в большей степени они повышают секрецию пищеварительных желез и благодаря этом они снижают еще процессы которые связаны с брожением в кишечнике и поэтому общее состояние организма ну несомненно несомненно улучшается лемонграсс ох какое потрясающее вещество я его очень люблю и мне нравится масса лемонграсса тоже использовать в ароматерапии несколько капель и просто потрясающий аромат на на всю всю комнату вот его еще называют лимонная трава да вот его состав тоже не скажу что он прям очень очень богат но в его составе есть такое вещество которое называется цитраль в маслах активно в маслах его выделяет и это ароматическое вещество и она как раз таки обладает и обезболивающим и вяжущим и бактерицидным свойствами это такой природный анальгетик алим алимонен тоже вот так вот это вещество это одно из самых распространенных терпиноидов которые найдены в природе оно вот эти вот терпиноиды они полезны для нашего с вами здоровья благодаря тому что они обладают они господи антибактерицидными свойствами и противоокислительными свойствами то есть жиры хуже происходит вот эти противоокислительные свойства они очень активно работают активно работают и снижают уровень окислительного стресса который вызвано даже слабыми воспалительными процессами нашей жировой ткани потому что вы знаете что большое количество жировой ткани да у нас в организме образует окислительный стресс это такое слабо 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 окислительная реакция идет и вот как раз таким лимонен влияет на то что этому противодействует и более того сам по себе лимонграсс он очень активно помогает в тому что вообще сама по себе сам по себе организм он начинает противостоять стрессу потому что сам по себе в том числе оказывает он может и ускорять метаболизм он по сути является легким противовоспалительным средством и ускоряет процесс влияет и активирует процессы пищеварения и поэтому сам по себе лимонграсс он используется в большом количестве различных сборов не только в качестве там да средства которое детоксикационными свойствами обладает но и как и ему на модулятор его можно использовать и для снижения холестерина так что трава действительно очень очень богатая так я так чувствую что мы сейчас поговорим о детоксе вечернем да и наверное будем потихоньку скоро финалится остальное друзья ну давайте я в эфирах что-то догоню хорошо хотя 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 ну посмотрим может мы быстренько сейчас окей и так где то с чего начнем листья земляники данном случае они выводят соли и обладает очень хорошим очагонным эффектом как кора крушины обладает мягким слабительным воздействием обусловлено обусловлено это наличием веществ которые вызывают раздражение рецепторов слизистой оболочки толстого кишечника препараты крушины они усиливают перистальтику при этом они не влияют на тонкий кишечник и не влияет то есть не влияют на то чтобы все питательные вещества великолепно всасывались а вот на толстый кишечник там где нужно усилить перистальтику уже происходит очень активное действие это большая ее особенность листья мяты да а мяте мы с вами еще не говорили мята содержит очень мята вообще очень богатые эфирными маслами и во всех надземных частях растения в соцветиях их порядка 6 процентов в листьях до трех процентов стеблях там стеблях до до полпроцента то есть эфирных масел в мяте очень очень много и соответственно основным компонентом эфирного масла является ментол где-то порядка 40 70 процентов опять же зависимости от того где это лист стебель или соцветия там и там его максимальное количество также вот состав мяты он достаточно богат большим количеством различных веществ которые усиливают которые оказывают легкое успокаивающее желчегонное спазмолитическое антисептическое и более утоляющее действие идем дальше пижма по составу как видите да все травы практически содержат эфирные масла до но но в пижме его достаточно мало то есть порядка там до до процентов среднем это 0 7 0 8 процента эфирного масла в нем содержится фенол карбоновые кислоты и вот эти фенолокислоты они как раз таки обладают антиоксидантным противовоспалительным и антимикробными действиями пижма это великолепное глистогонное средство которое применяется еще и как антипаразитарное средство эффективно работает против аскорит и остриц это да такие паразиты желчегонные свойства пижмы обуславливаю обусловлены флавоноидами и настой растения будет стимулировать секреторно-моторные процессы жкт а соответственно повышается тону стенки желчного пузыря возбуждается аппетит улучшается пищеварение и за счет желчегонного свойства она конечно оказывает очень хорошее действие с точки зрения детоксикации еще большая особенность пишем заключается в том что она великолепно работает над над тем что усиливает действие детоксикационных свойств печени то есть она работает как гепатопротектор это тоже большая особенность следующая права репешок лечебные свойства этой травы они обусловлены на самом деле его очень богатым химическим составом как видите очень очень богатый химический состав в нем есть например гелен геленовые соединения репешка они оказывают вяжущие мочегонное действие они нормализуют обменный процесс они обладают с достаточно слабым но желчегонным свойствам и репешок еще обладает в том числе в том числе антигельминтными свойствами и вы есть прям ученые есть европейские исследования которые на самом деле говорят что антигельминтные свойства репешка они очень очень эффективны ладно торопимся идем дальше кукурузные рельса да в медицине вообще применяют кукурузные столбики с рельсами которые содержат фитостерины это ситостерин в частности это ситостерол это стигма стерин эфирные жирные масла где-то порядка там двух с половиной процентов и большое количество витаминов это k1 b1 b2 b6 витамин c в том числе жирорастворимые витамины е и витамин d и вот эти вот препараты из кукурузных рылиц употребляют как мочегонное как противовоспалительное желчегонное средство при лечении почек очень активно хвощ мне кажется что можно хвощ проходили уже право смешались в данном контексте хвощ будет очень хорошо усиливать и ускорять мочи отделения за счет чего за счет того что содержит он флавоноиды за счет того что в нем также есть дубильные вещества есть щавелевая кислота есть каротиноиды есть кремниевая кислота немного не мало там порядка 25-30 процентов горечи смолы не очень много витаминов но аскорбиновая кислота то есть витамин c в нем присутствует он усиливает и ускоряет мочи отделения обладает противовоспалительными свойствами и способствует ведению свинца из организма то есть он великолепно помогает печени и соответственно является природным таким природным как вот сказать обладает деток свойствами природными да александрийский лист александрийский лист содержит и органические кислоты и смолистые вещества слизи стиарины кремнии да согласно ирина пишет что кремнии помогает при выпадении волос согласно вообще на самом деле сказать что какой-то один из минеральных веществ или какой-то нутриент влияет только одним направленным обладает только каким-то одним направленным действом очень некорректно потому что на самом деле ну как правило спектр вот действий очень-очень широк вот вы наверняка это великолепно знаете александрийский лист оказывает и слабительное желчегонное действие и гепатопротекторное вот поэтому это александрийский лист он очень очень популярный и часто входит в состав тех в состав кстати говоря и слабительных сборов и в состав сборов которые направлены на детоксикацию организма березовый лист да мы тоже его уже касались он выводит токсины он нормализует перистальтику кишечника и обладает противовоспалительным действием ну что друзья мы тогда с вами как мы диуретики я вот не знаю мы успеем не успеем так давайте кратенько хорошо я прям пойду по слайду не буду сейчас сильно углубляться а если что мы потом разберем где-нибудь прямых эфирах диуретик смотрите лист брусники да мы проходили это мочегонное то есть диуретическое свойство великолепные противовоспалительный эффект еще то есть помните свойства антибиотика природного как раз у листа брусники лист толокнянки оказывает антисептическое действие на органы мочевы делительной системы точно также и антимикробные мочегонные и противовоспалительное средство сюда же относится и лист смородины потому что они очень богаты эфирными маслами и витамином c вообще сморой лист смородины применяется в очень большой в сборах в препаратах очень очень активно потому что она помимо всего прочего является еще очень хорошим иммуномодулятором но за счет высокого содержания витамина c обладает и антиоксидантами дезинфицирующими и потогонными и мочегонными свойствами хвощ полевой о котором мы ранее тоже говорили с вами если что вернетесь посмотрите окей вот в данном контексте он очень хорошо улучшать фосфорно-кальциевый обмен так друзья вопрос там у зинаиды я сейчас отвечу мы перейдем мы пока говорим про мяту про репешок все это зинаида вы ошибаетесь у вас все это есть вы просто плохо наверно владеете этим свой во первых нужно перейти после экзамена на следующий урок и там вас будут ждать сертификат это первое и второе там же дополнительно есть курсы я уже говорила что вы напишите нашим менеджером они вам подскажут где посмотреть дополнительные бонусы они все у вас есть все все получили не переживайте итак мята репешок мы его проходили с вами вот как раз антипаразитарный чай да быстренько проходим лист березы проходили проходили мята тоже проходили с вами потому что обладает и антисептическим более утоляющим действием мне кажется зинаида вы сейчас это сбиваете кора дуба вот это мы не проходили с вами потому что они кора содержит большое количество дубильных веществ потому что обладает дубильные вещества обладают противовоспалительными антимикробными свойствами и обладает иммуномодуляторными свойствами вот так что идем дальше пижму мы проходили да поэтому не будем на пижме останавливаться а вот сушеница она обладает процессами репарации то есть восстановление регенерации и эпитализации раневых и язвенных поверхностей кожи и слизистых оболочек это ее очень сильная особенность и при этом она оказывает еще противовоспалительное и антибактериальное действие полы велика вы знаете что это один из самых сильных одна из самых сильных трав по противовоспалительным свойствам про по глистогонным свойствам в том числе богата различными с эфирными маслами флавонойными горькими лактонами благодаря этому у нее горький вкус и очень хорошо обладает противопаразитарным свойством помимо всего прочего желчегонным свойством за счет опять же горького вкуса да и она очень хорошо улучшает пищеварение шалфей про шалфе мы сегодня тоже помогали или да который оказывает в данном контексте противовоспалительное это же антимикробное свойство есть такой тысячелистник тоже трава прекрасная которая у нее очень активные эфирные масла до 20 процентов в тысячелистнике именно в листиках содержится и поэтому она очень хорошо обладает очень мощными бактерицидными свойствами вот эти эфирные масла как раз таки содержат вещества которые влияют на ранозаживляющие противогрибковые свойства поэтому в различных мазях противогрибковых бактерицидных мазях в настойках тысячелистник очень часто очень активно используется фух ну что про цитонорм как я уже сказала мы с вами поговорим в контексте женского здоровья давайте мы сейчас так вот потому что вот она эрва шерстистая моя любимая травка чабрец любимая травка мы прям об этом очень подробно поговорим пройдемся сейчас еще по кардио сбору хорошо друзья мята на вопросы вы пишите вопросы после вебинара и я тогда отвечу окей вот есть тысячелетний тысячелистник о котором мы только что проговорили да плоды боярышника очень богатый по составу боярышник сам по себе и боярышник чаще всего как раз тоже применяется при заболеваниях сердечно-сосудистой системы потому что оказывает умеренно седативное свойство например он неплохо успокаивает нашу нервную систему и соответственно сердце начинает биться не так активно боярышник оказывает влияние на свертываемость крови то есть кровь становится не сильно густая да то есть сосудорасширяющее действие может оказывать спазмолитическая то есть снимает спазм кардиотоническая когда сердце работает более легко просто потом не хорошая формулировка сердце работает легче благодаря вот именно вот этим вот свойствам и конечно боярышник он нормализует холестерин то есть он снижает либо протеины низкой плотности вот такая травка которая называется амела как и когда при меня и принимать и у вас это все написано на не на чьях да на сборах там же чая нет у вас составе составе сборов у вас это все великолепно расписано совершенно спокойно вы можете этим пользоваться что вас для вас специально производитель это все внес на упаковку смело это это сбор он вы не оказываете здесь такого сильнее сильного лечебного действия это профилактика это воздействие как биологически активными веществами более в профилактической форме поэтому как бы каких-то жестких назначений там до после приема пищи за счет того что там пища может нейтрализовать и с помощью дубильных веществ вывести это питательное вещество которое содержится в таблетке этого не происходит то есть это сбор поэтому действие его на порядок мягче при этом естественно это очень хороший профилактический сбор и так мы говорим о траве ве которая называется амела да содержит и витамин c содержит небольшое количество витаминов группы b и вискотоксин да вот есть такое такое активное вещество которое оказывает кровоостанавливающие и гипотензивное действие сама по себе амела обладает легким мочегонным и легким обезболивающим средством а также оказывает антисклеротический и противосудорожный эффект чтобы он благотворно очень влияет на нашу центральную вегетативную нервную систему донник богат кумаринами дику маринами и соответственно его полезные свойства заключается в чем он угнетает центральную нервную систему то есть легкое такое угнетение и оказывает успокоительное действие поэтому для людей у кого есть проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями это конечно очень очень важный компонент противосудорожное антикоагулянтное действие антигипоксическое и анти ишемическое действие великолепная трава ну и пустырник о котором мы с вами кстати говоря уже говорили мы знаем что это великолепное успокоительное средство бронха да бронха бронха идем быстренько да чебрец ничего если я вот так вот быстренько сейчас пройдусь хорошо чтобы не отвлекаться смотрите отхаркивающее противомикробное усиливает секрецию бронхиальных желез стимулирует двигательную активность ресничного эпителия верхних дыхательных путей он разжижает мокрот ускоряет эвакуацию продуктов воспаления и слизистых масс способствует разрыхлению воспалительных налетов обволакивающим действием и спазмолитическим и помимо прочего он очень очень вкусный если нас мать и мачеха которая содержит не буду говорить что там что содержит вы это все видите поймем всего прочего она обладает и и часто используют в сборах для отхождения мокроты она при этом обладает обволакивающим отхаркивающим действием разжижает мокроту и восстанавливает естественное движение ресничатого эпителия в трахе и бронха ягоды шиповника не останавливаясь мы его проходили с вами шалфей говорили корень солодки говорили нет но если что я быстренько скажу что точно также влияет на эпителий усиливать секреторную активность слизистых оболочек верхних дыхательных путей и оказывает противовоспалительное действие гастро да гастросбор великолепный гастросбор потому что мята здесь прекрасно же оказывает желчегонное действие лист земляники говорили о нем очень подробно а репешке говорили что нормализует амбинные процессы тоже слабым желчегонным свойствами и он очень хорош тем что он влияет на наш с вами аппетит есть мать и мачеха которая в контексте сбора она улучшает пищеварение на усиливает выделение желудочного и кишечного сока ферментов желчи то есть великолепно влияет на наш жкт тоже повышает аппетит не надо этого бояться и улучшает переваривание пищи есть спорж о котором мы тоже с вами говорили цветки ромашки говорили видите как часто используют цветки ромашки просто потому что у него у нее есть очень большой спектр действия и в разных сборах она очень-очень эффективно тысячелетний кто же кора дуба говорили мы молодцы друзья ну я конечно вас позову зинаида он пишет что на почту сказали придет у вас на и мы на email почте сто процентов уже лежит ваш сертификат поэтому никакой паники обратитесь к нашим менеджерам вам совершенно спокойно во всем помогут вы часто мне пишите в институтом по всяким техническим вопросам хотя у нас там есть окошечки где вы можете обратиться к нашим менеджером напишите вам помогут смотрите друзья мы вместе с компания школа диетологов центр международный центр где дополнительно проф образование я уже заговорил школа диетологов месяц компания фаберлик создали для вас три программы три пакета базовые стандарты профессионал для того чтобы научить вас и сделать из вас настоящих wellness получи с получением сертификата в первом пакете базовом разбираем состав продуктов состав продуктов вот эти вот очень очень крутой состава плюс методичка по батончикам у вас будет и так далее чтобы вы точно разбирались мы прям подготовили лекции по каждому ингредиенту как сейчас мы здесь говорим о каждой травке там мы говорим прям по каждому ингредиенту faberlic wellness линейки в стандарте в этом пакете есть еще модуль по диетологии чтобы вы научились создавать там рационы и так далее но есть еще третий пакет куда входят все вот эти уровни и лекции по и лекции по и по продукту и лекции по диетологии здесь же еще входит у вас поддержка экзаменаторами вы сдаете экзамен и получаете свой сертификат и вы здесь будет входить более 40 конспектов и шаблонов сдаете экзамен да получили сертификат вы если посмотрите уже очень много сейчас выпускников которые проводят свои марафоны которые великолепно там сопровождают людей то есть по сути они получили дополнительную специальность wellness коуча которая сейчас на самом деле на в мире одна из самых востребованных потому что реально коучи по здоровому образу жизни их не так много специалистов не так много а мы с вами на этом специализируемся у нас с вами есть прекрасный продукт который мы великолепно встраиваем систему питания если у нас есть такое такое желание мы сейчас научимся с вами встраивать и еще и различные травяные сборы в систему и батончики и тому подобное и мы станем настоящими волны с коучами на текущий момент у нас есть такая очень крутая акция потому что компания фаберлик она компенсирует обучение на 51 процент стоимость вот обучения 990 рублей вместо 2000 2 900 вместо 6 и 4 900 вместо 10 тысяч рублей мы свою очередь для тех кто выбрал пакет профессионал мы дарим первый бонус от школы диетологов размере 5000 рублей которые вы можете потратить на любой вебинар там на любой на любую лекцию книгу нас их много всякие там у нас курс есть по микробиотики кишечника по менопаузе и так далее то есть вы можете им оплатить там от 30 до 90 процентов стою от стоимости и соответственно мы еще дарим вот такой вот курс стоимостью 10 тысяч рублей он для вас бесплатно достанется а это курс по имиджу по упаковке себя как профессионала как эксперта чтобы по персональному маркетингу то есть как продвигать свои услуги как себя спозиционировать как правильно вестись соцсети и тому подобное и вот такой эксперт калина яркина специально для наших студентов она вот такой вот разработала курс у нас он стоит 10 тысяч мы вам его дарим совершенно бесплатно если вы выберете курс пока профессионал и вот соответственно такая штука получается то есть при покупке пакета или базовый или стандарт вы получаете скидку 51 процент а если вы выбираете пакет профессионал то помимо скидки в 51 процента за 4 900 вы получаете еще бонус 5000 рублей на покупку книг и лекций и получаете в подарок курс личный бренд за 10 тысяч рублей он вам достается бесплатно вы можете перейти на сайт 3w faberlic-wellness.ru выбрать для себя зинаида вы мне кажется сейчас я скажу и сотру вот наша команда сейчас покажет вам где эти подарки если вы не знаете где они находятся то ты не знаешь что их не дают потому что все у нас уже прошли больше трехсот человек прошли точно знаю получили сертификаты получили подарки и каждый раз мы выкладываем stories большое количество вот поэтому присоединяйтесь и становитесь профессиональными wellness коучами и мы додолго не прощаюсь и помните что мы с вами разберем обязательно женский сбор в рамках следующего вебинара потому что мы будем говорить о женском здоровье но на сегодня по чая мы закончим потому что мы очень-очень сильно вырвались да я думаю что мы в каких-то прямых эфирах в контексте мы обязательно поговорим о применении чаев если у вас есть какие-то вопросы вы обязательно пишите ответим вот по применение чаев большое вам спасибо я очень-очень рада сегодня вы мы с вами прям активно поработали хотелось бы больше мне кажется мы бы с вами зависли там на несколько часов часа на три потому что тот материал вы видите да сколько материала собрали 97 слайдов мы прошли до скорых встреч вам желаю успехов в обучении приходите становитесь wellness коучами чтобы вместе с вами мы меняли мир к лучшему делали его стройнее здоровее и на порядок счастливее до скорых встреч друзья пока-пока